всем привет сегодня я хочу поговорить с вами о совместимости рыб то есть каких рыб можно держать вместе а каких не стоит четких конечно правил нет потому что все подбирают под себя и есть конечно исключение бывает что которые рыбы не уживаются в итоге получается что они живут дружно бываются даже среднемирных рыбок какие-то стычки все конечно индивидуально но я все-таки хочу с вами поговорить что есть несколько правил который конечно стоит им следовать потому что уже убедившись и на своем опыте и на опыте окружающих все-таки прислушиваясь это более знающим аквариумистом я вам хочу несколько правил озвучить первое правило которое я бы хотела озвучить это конечно золотые рыбки золото есть такое негласное правило что золото держится только золотом я ему придерживаюсь этому правил почему объясню потому что золотые рыбки они более медлительные когда они чем-то как бы это молодые рыбки совсем маленький да они более шустрые и плавают активно и корм хорошо берут когда они взрослеют они конечно же увеличиваются в размерах становятся более грузными и конечно они уже не могут конкурировать с более быстрыми рыбами цихлидами допустим да теми же самыми и они могут оставаться голодными и тому же золотые рыбки и нужен объем я бы сказала что вот на две золотые рыбки такие крупненьких да уже больших нужен ну 100 литров это точно и мало того что с ними конечно держать цихлит это они золотые рыбки могут остаться без хвостов без хвостов потому что все-таки цихлиды они по природе свои свои более агрессивные они более такие неуживчивые даже как бы среди своих они начинают у них очень хорошо охотничий инстинкт они очень яростно охраняют свою территорию потомство потому что у золотых рыбок такого нету поэтому и очень как бы яркие и красивые хвосты плавники конечно могут очень сильно пострадать и конечно когда в зоомагазине вам продавец конечно я не говорю что такие все продавцы есть очень хорошие продавцы а есть конечно понятно что каждому зоомагазину кто содержит живой товар его нужно продать и как можно больше и вашу маленькую ваш маленький вернее аквариум допустим там ну я беру маленький аквариум 50 литров ну допустим да хочется чтобы вы купили у них все что у них есть и цихлит и хороцинок это как бы неоны тетры различные вот и конечно они вам и самов которые очень агрессивные есть такие когда они маленькие может быть они еще еще не так как бы да тем более самые это ночные животные которые могут обижать скажем но это в лучшем случае обижать золотых рыб допустим да и поэтому конечно очень четко нужно понимать кого вы будете заводить в ваш аквариум и на примере золотых рыбок конечно это должен быть видовой аквариум это должны быть такие жестколистные растения которые они как бы могут не сильно попортить хотя конечно есть такие товарищи среди них что даже анобиасы грызут но чтобы золотые рыбки уважили хорошо и поменьше скажем так портили растения их нужно кормить очень обильно особенно когда они маленькие не один раз день а несколько раз день как маленькие дети чтобы они росли нужно и хорошо кормить и очень много растительной пищи им конечно нужно так что если вы решите друг завести золотых рыбок они конечно очень красивые есть разных цветов формы есть разных конечно держать их маленьком аквариуме во первых вы сами подумаете они много кушают соответственно извиняюсь много и какают если у вас слабая фильтрация даже в большом аквариуме да нужно делать подмены воды не замены полностью воды а подмены намного почаще и у разных рыб своя температура обитания ну допустим опять золотые рыбы да они любят воду по прохладнее вот и им конечно 25 это многовато конечно если вы золото держите этом именно что мы это молоденьких рыбок в 25 градусов и конечно нужно чаще кормить потому что у них обменные процессы увеличен как бы это быстрее идут ну скажем так грубо чтобы не вдаваться в подробности и конечно их нужно кормить чаще тем более у них пищеварение такое что они чувство сытости не чувствуют них отсутствует желудок не сразу идет кишечник поэтому их нужно кормить понемножку но часто не перекармливать не перекармливать конечно и и корма соответствующие им нужны потому что цехлиды они разные им конечно нужен живой корм замороженный и вот на примере скалярий вот если вы их держите конечно с ними других цехлит других таких вот более агрессивных рыб допустим тетрадонов они конечно такие хулиганы которые как бы щипают других рыб общипывают им хвосты тетрадоны я имею ввиду и это конечно то что как бы скалярий когда они маленькие они плавают немного быстрее они могут и убежать и уплыть от других больших рыб а уже когда скалярии такие большие ну допустим как у меня да они конечно более медлительные но хотя вот эти вот тоже бывают это заедут вот эту малышню как бы немножко гоняют но с него с ними со скаляриями точно я не рекомендую держать гуппи хороциновых типа неонов потому что одно дело когда вы со скаляриями держите неонов как бы с детства они конечно их особо трогать не будут может быть потому они как маленькие вот плавать им все интересно не могут там подплыть там посмотреть а когда вы к таким взрослым скалярием поселите стаю неонов до никто гарантии вам не дашь что к утру останется точно такое же количество неонов потому что скалярии это та же самая та же самая цехлида которая очень скажем так любознательная даже не то что она хочет обидеть бывает да но вот ей интересно интересно и улитки и какие-то сумики вот ну а когда у цехлит наступает период нереста они еще очень бывают агрессивны когда отвоевывают свою территорию и опять же на такой такую парочку скалярий как я уже убедилась нужно ну литров три но по крайней мере на моих потому что здесь как бы 150 я уже думаю что им мало потому что сюда еще поселять это скалярии это конечно ну не очень хорошо потому что они у них будут стычки это как бы нерестовая пара а скалярии это со временем когда вырастают начинают разбиваться на пары других они гоняют и даже ну допустим у вас их там 5-6 как бы скалярии да и это все как буду пара до времени они находят какого-то изгоя его забивают ну как забивают его это гоняют не дают ему не есть не выплывать ну допустим из-за фильтра даже если вы отсадите этого изгоя они другого найдут и буду и так будет до бесконечности и такой характер поведения практически у всех цехлит потому что у меня в другом аквариуме тоже цехлит и пельвика хромис пульхер вот с ними история отдельная потому что когда они были маленькие они никого не трогали я купила штук десять их наверно но когда они выросли а с ними жили очень красивые гуппи синие помощь синяя московская очень красивые были вот и какой-то день видимо я не уследила и на утро у меня не осталось ни одной гуппи они их не то что съели они их просто общипали так что те бедные конечно и мне конечно я думаю что ну как то то есть я считаю что живородка должна жить живородкой и конечно на 50 литров допустим да я вам вот я вам рекомендую купить гуппиков 10 но это максимум просто 10 и желательно чтобы все были самцы потому что если вы купите самок они тоже начинают их бедно гонять выбирают какую-то ну и там все гоняют а если они вас будут плодиться вы потом будете как бы думать куда их деть и они же постоянный процесс если им понравится ваши условия так что если как бы заводите живородок то ну гуппиков конечно многие рекомендуют это занимать в аквариуме все слои то есть верхний слой кто плавает по верху допустим это гуппики средний слой типа меченосцев пиццилии и нижний слой сомиков ну-ка ну вот ну допустим на примере 50 литрового аквариума вот я бы купила бы туда бы вот 10 гуппи самцов два анцитруса маленьких и штучек пять коридоросов все конечно можно купить до меченосцев еще но меченосцы они же крупная рыбка и она как бы должна где-то расти конечно можно купить несколько штук но опять должны быть живые растения хороший фильтр хороший обогрев потому что эти все рыбки они тропические поэтому их содержать золотом нельзя даже золото может это покуситься как бы на гуппи поэтому правильное содержание рыб это тоже очень важно цихлида это конечно они очень красивые они и кромечущие рыбы и конечно и конечно содержать нужно всех соответственно их нему скажем так температурному режиму ареалу обитания совместимости количеству нельзя рыб можно как бы заселить определенный объем определенное количество но конечно нельзя их заселять так чтобы они были как кильки в бочке потому что на даже на одного гуппика нужно 35 литров но ему же нужно где-то еще плавать помимо того кормление тоже должно быть не разнообразная и виды рыб некоторые виды рыб отличаются видом кормления кому-то нужно больше растительной пищи кому-то нужно это более живой кому-то более разнообразной пищи так же самые вот на примере венесуэла black все покажу если получится вот на примере венесуэла black секундочку как и другие коридорасы ну где вы у меня что-то я вас не вижу как и другие коридорасы они конечно стаяная рыбка условия содержания у них немножко тоже как бы требует каких-то усилий от вас потому что и нельзя очень крупный грунт они любят мелкую фракцию песочка или очень мелкий гравий какой-нибудь тот же это кварц можно какой-нибудь типа черного вот не конечно что у них усики очень тоненькие их нужно конечно они любят и порыться это у них тоже температура воды и нужно отдельное питание потому что то что ну допустим вы бы сыпали гупиком конечно они бы оставались голодные потому что там как бы со свалится им с неба и нужно и домные таблетки и огурчик я лично я вот им даю и тыковку различные карман соответствующие их нему питанию но конечно сумики нужны в аквариуме потому что бывает что не рассчитаешь количество пищи да и они конечно подъедят то что упала на дно потом другие виды рыбок которые дышат кислородом допустим тот же самый петушок его конечно желательно одного держать никаких самок его не надо вы же не разводчик вы же не будете заниматься селекция подбирать ему самых соответствующих это все не так просто как кажется и тот же самый петушок очень как бы территориальным потому что он за свое конечно будет бороться и когда в его скажем так пространстве плавают гупи с очень красивыми хвостами он конечно будет их покусывать и гупики конечно останутся без хвостов а когда вам в зоомагазине говорят что типа вот у вас петушок купить ему 5 самочек он будет доволен и счастлив не не делайте так конечно продавцы я понимаю что им нужно продать свой товар и на этом идет их не выручка но прежде чем кого-то заселить ваш аквариум я вам рекомендую почитать тем более сейчас очень много форумов интересных и в группах разных и можно и почитайте совместимости потому что есть рыбы по-разному да как бы переносит температурные перепады кто-то не очень хорошо особенно петушки вот я уже могу об этом уже точно говорить коридора сам и самам воду может быть не нужно делать такую теплую там 25 27 потому что есть виды рыб которым нужна вода обязательно 29 30 градусов и не все могут ужиться в таком температурном как бы диапазоне так что прежде чем заселять полностью ваш аквариум но примут полностью со всеми рыбами вот вы видите все хочется все красивые все разноцветные вы конечно немного почитайте потому что не хочется что потом когда вы все это купите все это гибло или съедала друг у друга сейчас я вам покажу еще свой другой цехлидник я не знаю я почему-то очень люблю цехлит именно скалярий и пеллика хромис пульхер а я это дважды сказала супер раз пойдем и посмотрим на другую аквариум вот мой другой аквариум здесь конечно живут в основном пеллика хромис пульхер вот это вот дамочка получилось изгоем потому что здесь живут две пары не обращайте внимание на ноги на ноги раз потому что он в процессе лечения скажем так у меня вот здесь живет одна нерестовая пара и в другом не знаю будут они сейчас там не будут вот неончики но это вот все что осталось из десяти скажем так сюда больше я не хочу покупать неонов а 3 сомика крапчатых они живут с ними уже очень давно и они их на удивление не трогают где-то еще 3 плавает буцефаландра у меня наконец-то пошла расти более-менее нормально а вот другую они у меня конечно пощипали вот тут была буцефаландра и уже цвету не знаю ну куда-то деле гоняют так что совместимость рип конечно очень во вон еще дамочка сидит одна увидели мы ее вот так что когда будете покупать своих новых рыбок заселять свой аквариум пожалуйста почитайте или посмотрите видео допустим такие как у меня если конечно вам интересно а этот она без я продолжаю его скажем так хочу без химии попробовать все это убрать мы если получится потому что новые листья как бы хорошо растут у него вот там чистенькие листочки чем все остальные растения как бы им все хорошо никаких водоросли и нарастания нет а вот на нем ну я думаю это конечно много света я немножко его это прикрыла потому что есть такой светильник хороший ну и удобрение я лью здесь по инструкции а в другом своем конечно немножко поменьше вот так что вот пацифаландр очка и здесь у меня растения и пельвики их абсолютно не портят не считая одной буцефаландра так что вот так вот всем удачи если понравилось поставьте лайк подписывайтесь на мой канал пока пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok